Привет! Вы на канале Мурашки и сегодня у нас очередное переселение. В этот раз переселяем афиногастеров из Сирии в ферму МБФ с гипсовыми камерами. Раньше муравьи жили в большой пробирке, где и достигли численности примерно 150, а возможно и более рабочих. Приятного просмотра! Спустя несколько месяцев колония достигла той численности, когда ее пора переселять. И я решил переселить афинов в довольно необычный формикарий. Это стандартный МПФ, но с гипсовыми камерами. К слову, в будущем, когда формикарий поступит в продажу, в нем можно будет менять гипсовые модули. Муравьи эти не крупные, и я думаю, что данного формикария хватит им на полгода, а то и дольше. Хотя при таком количестве расплода на это можно только надеяться. Переселять муравьев я решил по самому стандартному и правильному способу. Через трубку. У меня есть специальная силиконовая приспособа с Китая, с которой осуществить данный план гораздо легче. На данном этапе ничего необычного нету. Наполняем пробирку водой, размачиваем губку и ставим пробирку на свое законное место, чтобы формикарий полностью увлажнился. После чего накрываем новое гнездо темной тряпкой и ждем. Значит, решил я подключать, и муравьи быстро налетели к вате. Времени подождать у меня не было, и я решил делать все быстро. Да, без жертв не обошлось, но да ладно. Прищемил силиконовую штуку и пару рабочих. А остальных, которые в момент съемки бегали у меня по столу, я отловил на старую арену. Продолжение следует... Прошла целая ночь, формикарий стал влажным, и я заметил, что некоторая часть муравьев переехала. Как раз таки вместе с маткой. Это нам и нужно. Остальных вместе с расплодом я вытряхнул на арену. Что, конечно, не очень хорошо, но такой стресс, если бы я вытряхивал всю колонию сразу, я все равно не нанес. Афиногастеры довольно быстро переселились, что не может не радовать. Ведь в природе данным муравьям нужно так же быстро принимать свои решения. Все же в Сирии есть множество условий, при которых данный вид должен выживать. Данные муравьи многочисленные, и максимальное количество муравьев в природе составляет 10 тысяч, ну или около того. Конечно, в домашних условиях достичь такого практически нереально, но я хочу вырастить эту колонию до больших размеров. Так как в моей коллекции нет ни одного вида схожим по поведению с этим. Да и тем более, муравьи красивые, они имеют довольно агрессивную окраску. При ярком свете муравьи отдают в оранжево-красный. Что ж, если вам так же, как и мне, интересно следить за этой колонией, то пишите комментарии и ставьте лайки. Ну а на этом я ненадолго с вами прощаюсь. Это был канал Мурашки. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok